Христос родился, дорогие друзья! Воистину, эта благая весть, впрочем, как и Христос воскрес, наполняет наши сердца оптимизмом. И сегодня, в 26-й день первого месяца, мне хочется напомнить вам из Псалма 26-го, стих 1. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Действительно, если Господь просвещает нас своим божественным светом, это не чувственный свет, это даже не интеллектуальный свет, а это свет сверхъестественный, духовный, который наши сердца наполняет благодатью спасения, потому что Христос принес нам свет и разум. И поэтому в этом 26-м псалме псалмопевец восклицает в 4-м стихе «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Вот и мы сегодня пришли в Дом Божий для того, чтобы иметь общение с Богом, потому что Он здесь особенно близок к Его народу. И еще псалмопевец восклицает, уже в псалме 121-м, стих 1, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господен». Господь Иисус Христос когда-то провозгласил, «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажет, найдет». Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. «Если стрессы тебя рвут на части, если ты одинок и в тоске, приходи к Иисусу, и счастье ты найдешь в Божьем Сыне, в Христе. Если хочешь насытиться хлебом, если ищешь путь в Божью семью, приходи для общения с небом, в церковь, где благодатный уют. Если беды тебя рвут на части, к Иисусу приди и поверь, что ты будешь в семье Божьей счастлив. Он есть Царство Небесное, дверь». Слышите, Христос говорит, «Я дверь овцам». Дверь в Царство Небесное, дверь в Царство радости и восторга. И Он именно является такой дверью и нас приобщает к Своей благодати. И в частности, в послании к евреям, в третьей главе, в шестом стихе мы читаем, «А Христос, как Сын, в доме Его, дом же Его мы, то есть Церковь Христова, вот мы составляем дом Божий, а Христос в этом доме пребывает, только если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Главное нам быть непоколебимыми в своем уповании на Господа». Мы читаем в книге пророка Исаии, в 26 главе, 4 стих, «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть Бог, твердыня вечная». А в 26 день первого месяца, если мы откроем из книги пророка Исаии, 26 главу, 1 стих, смотрите, что здесь написано. «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у вас, спасение дал Он место стены и вала». Слышите? Он дает нам спасение. Имя Иисус, Иешуа, означает «спаситель». И в Псалме 26 мы прочитали, что Он крепость жизни моей, свет мой и спасение мое. И в 26 главе книги пророка Исаии мы читаем, что Он спасение народа своего. Как Он когда-то был спасением народа ветхозаветного, так сегодня Он является спасителем народа новозаветного, куда входит, кстати, и ветхозаветный народ Божий, если прислушивается к словам из Священного Писания, из проповеди апостола, которая прозвучала, в частности, в Деяниях 4 главе стих 12, «Ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись». Вы обратили внимание, что здесь написано, что вместо стены и вала будет спасение. Недавно наш президент поехал в Иерусалим, и там в присутствии главного раввина, стены плача, Шмуэля, Рабиновича, молился о спасении, о мире молился для нашей страны. Я вот так подумал, ведь наступит время, когда только фрагмент, оставшийся от бывшего великолепного храма, будет основанием для того, что там воздвигнется новая постройка. Но самое главное сегодня, если мы посмотрим духовными глазами, глазами веры, сегодня строится Церковь Иисуса Христа, храм Духа Святого, Дом Божий, священство святое. И сегодня мы благодарны Богу за то, что во Христе нет ни Иудея, ни Эллина, нет ни мужского пола, ни женского, все во всем Христос, и спасение только через Христа. Сегодня есть так называемые мессианские евреи. Они пытаются благовествовать тем, которые придерживаются иудаизма и отрицают эту благодать Божию. Они говорят о том, что мы должны во Христе быть и во Христе иметь такую благоприятную, радостную, бессмертную перспективу. Друзья, взгляните и поймите, каким путем идти должны? Тернистым в Божию обитель, широким в царство сатаны. И когда-то мы читаем это в книге про Каосеи, во второй главе, в 17 стихе, Господь сказал своему ветхозаветному народу. Это уже Деяние 2 глава. Ну и, может быть, еще посмотрим и на вторую главу также из книги про Каосеи. Здесь написано «И удалю имена всех Ваалов из уст ее». Кстати, имя Ваал и Вавилон – созвучные имена. Потому что было время, когда вот в Вавилоне древнем считали Ваала Богом просвещения. И, кстати, те, которые в Израиле блудодействовали духовно, они тоже поклонялись Ваалу. Они поклонялись и Богу, конечно, но и Ваалу на всякий случай. Это как сегодня в Боливии. Поклоняются и Иисусу Христу, как Солнцу правды, и параллельно поклоняются Эль-Кио, так называемый Бог подземелья, точнее Сатана. И когда шахтеры спускаются в глубину шахты для того, чтобы добывать серебро, они дают этому дьяволу, этому сатане, прикурить из кохи листья, таким образом ублажая его. То есть люди сегодня, многие стараются хромать на оба колена, как было во дни пророка Илии, который возмутился таким положением и который сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то Богу поклоняйтесь, а если Ваал, то Ему последуйте. И мы знаем, какая была удивительная победа тогда. И сегодня есть некоторые люди, которые пытаются придерживаться наряду с христианством и каких-то других концепций, скажем, иудаистских, или буддистских, или мусульманских, чтобы, как говорится, и вашим, и нашим. Но Богу такая позиция не то, что неугодна, она представляется отвратительной. Если мы уж любим Бога, то должны Ему поклоняться и Ему служить. Ему одному, потому что Он Бог ревнитель. И Он не потерпит постыдного идолослужения, какое мы наблюдаем в наше время, когда люди делают идола уже электронных. И огромное количество времени посвящают кажденью этим истуканам у этих идолов. Просто непропорционально. Много они служат этим истуканам, этим кумирам. И они очерствели. Вот не так давно в Англии одна женщина сломала ногу, когда на лестнице упала. И она стала кричать, звать о помощи, но, к сожалению, ее дочь была в наушниках, она какой-то мультфильм смотрела. И тут собака побежала к этой девочке, сорвала с нее наушники, и она тогда услыхала жалобные вопли своей матери и вызвала скорую помощь. Сегодня народ, вы знаете, совсем очерствел. Ушел в виртуальное пространство. Ушел в какой-то аутизм. И не в состоянии реагировать на людей, которые вокруг находятся. Вы зайдите в любое общественное место, в общественный транспорт. Вы увидите, как люди там погружены в каждение этим различным истуканам. Они не в состоянии сосредоточиться на духовном, на источнике воды живой, о котором Господь говорит, что они его оставили и сделали себе водоемы, которые не держат воды. И вот мы с вами живем в это очень опасное, искусительное время, и поэтому, брат, не случайно, открывая богослужение, напомнил, что нужно любить Бога всем сердцем и всею душою. А если мы любим Бога, то мы должны придерживаться и того, что говорит нам апостол Иоанн в первом послании во второй главе, в пятнадцатом стихе. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчий. Вот это есть Агапе, любовь на высшем уровне. А сегодня люди предлагают Богу дружбу и миру предлагают дружбу параллельно. Но Бог таким состоянием не удовлетворится и не будет обитать в том сердце, которое раздвоено, которое расщеплено, как мы читаем в книге того же пророка Асии, что разделилось сердце их, потому и будут наказаны. Сердце наше должно быть целиком и полностью посвящено Богу и прославлению только одного имени, Господа и Спасителя нашего, Иисуса Христа. Брат много говорил до меня о том, что нужно бодрствовать и утверждать прочее, близкое к смерти. Мы сегодня живем в то время, когда смерть людям представляется мрачным явлением. Представьте себе, само слово смерть имеет шесть букв, из них только одна гласная, остальные все согласные. Есть такая латинская поговорка момента море, помни о смерти. Помни о смерти, которая есть конец твоей жизни и напоминание о том, что эта жизнь продолжается в вечности. Люди сегодня сворачиваются вокруг себя, вокруг пустоты, вокруг своего эгоизма, эгоцентризма. Кстати, когда-то некие ученые из штата Мичиган открыли, что черные дыры, которые в космосе, где так называемая сингулярность торжествует, и где извращается кривизна пространства и времени, и теряется соотношение между пространством и временем, это, по сути дела, нечто подобное аду. А может быть, ад там и размещается. Ну, а мы, мы стремимся к раю, которому когда-то раскаившийся разбойник стремился. Он сказал, Господи, помяни меня в Царстве Божьем. И Христос сказал, ныне же будешь со мною в раю. И смысл нашей жизни в том, чтобы достичь этого рая, этого Царства Небесного. И поэтому мы стараемся жизнь свою посвящать Иисусу Христу, как и пропели мы в этом чудесном песнопении. «Райский мир! Без богатства и славы есть возможность попасть в те места, но нет места там людям лукавым не войти в небеса без Христа. Смерть нас бьет, проявляя коварство. Мы же ищем к бессмертию пути. Но в рай Божий, в небесное Царство, без Христа невозможно войти». Очень важно здесь быть откровенным. Есть бессмертие единственный код. Если нет в Искупителя веры, то закрыт в Царство Вечности вход. И когда нанесет нам удар свой, отправляя в нокаут нас смерть, мы войдем в лучезарное Царство, где жизнь вечную будем иметь. Слышите? Вот в этом код бессмертия заключается. И не случайно Господь ангелу Сардиской церкви написал «Бодрствуй и утверждай все прочее близкое к смерти». Мы сегодня мало об этом думаем. Многие стараются отогнать от себя мысль о смерти. Даже вот есть формулировки такие в разных народах, в разных языках. Он присоединился к большинству или он отозван, он перешел, он ушел в лучший мир. Недавно на похоронах летчиков, которые погибли в катастрофе под Тегераном, глава авиакомпании МАУ сказал, они улетели в Царство Света, как этот самолет, который пролетает над кладбищем. Вы знаете, можно как угодно изощряться, но все равно от смерти никто не уйдет, потому что смерть для верующего человека это благо. Слышите? Написано в послании к римлянам, восьмой главе в стихе 28, «Любящим Бога». Выше написано так, притом знаем, это твердая убежденность, это не какая-то версия или гипотеза, или предположение, это твердая уверенность в том, что именно так для верующих дело обстоит. «Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Слышите? Все включает в себя и смерть. Сейчас много говорят о фашистском концлагере Освенцим или Аушвиц, там, где уничтожено было свыше полутора миллионов евреев. И туда попала христианка Кори Тенбом. И вот она стала сетовать на то, что там были блохи и очень кусачие блохи. И стала жаловаться она своей соседке, сестре, поверя, что, мол, сильно больно они кусают. А сестра говорит, написано, апостол Павел говорит, за все благодарите. Надо благодарить Бога, потому что это ко благу. Кори говорит, да какое же тут благо может быть? А обрати внимание, объясняет эта сестра, фашистские охранники не пристают к девушкам, которые находятся в бараках и которых кусают эти блохи, потому что они очень чистоплотные. Так что Бог обратил это обстоятельство во благо. И сегодня иногда даже советуют, вот если какие-то насильники нападают на девушек в ночное время, где-то там в безлюдном месте, то советуют, говорите им, что вы больны спидом. И сразу у них охота дальше терроризировать вас пропадает. Вот вы знаете, Бог тяжелые обстоятельства, болезни, трагедии, катастрофы. Он обращает во благо. Нам обращает во благо, чтобы мы размышляли и о смерти, и о жизни. Как в книге «Экклезиаста» написано. Еще мне хочется вспомнить из «Экклезиаста» 7 главы первый стих. Доброе имя, оно дороже благовонной масти. И день смерти – дня рождения. Вот тут уж нонсенс. Как это может быть? День смерти лучше дня рождения. А вот то и лучше этот день смерти, что это момент рождения в жизнь вечную. Момент перехода от скорбей, от болезней, от переживаний, от всякого рода проблем в тот мир, где ничего этого не будет. Конечно, для верующих это лучше, а для неверующих это под большим вопросом. Кстати, доброе имя лучше благовонной масти, то есть мази. Было время, когда люди старались дезодорантами, всякими косметическими средствами как-то нейтрализовать неприятный запах. И если этот запах распространялся от покойника, то он начинал смердеть. И поэтому простых людей в те времена называли смердами. А слово смерть и смерть однокоренные слова. И вот для того, чтобы преодолеть этот запах, люди использовали дезодоранты. А мы имеем сегодня священное Писание, которое умощает нас елеем божественной радости. Мы сегодня имеем привилегию быть запахом благотворным на жизнь для многих людей. Потому что мы, пишет апостол Павел, Христово, благоухание Богу. И мы благодарны Богу за то, что Он открывает нам эту истину о Спасителе, о спасении во Христе Иисусе, который пострадал для того, чтобы нас благословить. И когда-то Мария разбила алебастровый сосуд с благовонными мазями, и весь дом тот наполнился благоуханием. А она уже предварительно, Христос еще был жив, но по вере своей, потенциально она видела Его, как Спасителя, она помазала Его к погребению. И наступил тот момент, когда она воочию увидела Христа, воскресшего из мертвых. И мы благодарны Богу за то, что Он дает нам перспективу воскресения. И мы смотрим на смерть совсем иначе, тем люди этого мира. смерть учит нас дорожить жизнью. Вот сестра Виктория сегодня прочитала стихотворение «37 миллионов минут». Это если человек живет 70 лет, то у него в распоряжении 37 миллионов. Представьте себе, какой капитал. Этот человек миллионер. А если пересчитать на секунды, то это где-то 2 миллиарда секунд. Человек миллиардер. если он дорожит секундами своей жизни. Но, к сожалению, люди зачастую используют это время драгоценное, короткой, земной жизни впустую. Мы видим, как люди тратят это все на достижение каких-то земных временных целей. Некоторые увлекаются стяжанием богатства. А Слово Божие говорит, что великое приобретение быть благочестивым и довольным. А те, которые увлекаются вот этой суетой, они теряют время, теряют напрасно энергию и тратят жизнь попусту. Вот поэтому блаженны те христиане, которые приходят в молитвенный дом для того, чтобы слышать живое Слово Божие, которое укрепляет их внутреннего человека, поскольку не только одним хлебом будет жив человек, но и всяким словом, исходящим из уст Божьих. И не случайно псалмопевцы всегда в своих античных стихотворениях так дорожили великой честью и привилегией быть в общении с Богом, причащаться к Его благодати. Мы склонны верить духу зла и лжи, а Бог нас предостерегает строго. Смерть учит всех нас жизнью дорожить, но мы урок усваиваем плохо. На суету мы тратим наши дни, ведем себя безумно и беспечно, нас привлекают чуждые огни, мы далеки от счастья жизни вечной. С тех пор, как умер вместо нас Христос, Его любовь явила нам Голгофа, мы не боимся дьявольских угроз, поскольку нам открыта в рай дорога, чтоб жизнь земная не была пуста. Идя путем тернистым, узким, крестным, нам нужно в сердце пригласить Христа и дать Ему престольное там место. Должны вопрос важнейший мы решить, как жить, чтобы исполнить волю Бога, а смерть нас учит жизнью дорожить, чтоб не постигла душу катастрофа. Самая страшная катастрофа это катастрофа потери Бога и веры в нашей душе. Вот поэтому мы должны дорожить каждым мгновением нашей жизни во имя вечности. Год новый в гости к нам пришел, а враг для душ готовят сети. Как жизнь прожить, чтоб хорошо сдать выпускной экзамен смерти, чтоб сделать больше всем добра и послужить на пользу ближним, при умножении серебра должны мы почитать излишним, чтоб добрый нам оставить след и сердца ропот вырвем с корнем, приобретения выше нет, чем быть всегда и всем довольным, предвидя вечность впереди и райский мир в небесном свете, успешно Богу мы сдадим свой выпускной экзамен смерти, слышите? Вот читаем первом послании к Тимофею в 6 главе 9-10 стихи «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, имеется ввиду в том числе интернетную, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Ну вот какая разница, какой ручкой или карандашом я напишу то стихотворение, которое Бог дал мне в Духе Святом. Конечно, я могу написать и золотым пером его, но я могу и карандашом написать, чем чаще я занимаюсь. Какая разница, какие у меня часы за полмиллиона долларов или за несколько десятков гривен. Они показывают то же самое время. но сегодня люди обезумели, гоняясь за всякого рода богатством, за роскошью и верующие в том числе. Их не удовлетворяют скромные автомобили, им подавая какие-то навороченные марки, их не удовлетворяют скромные дома. Вот мы живем в этом мире как гостиница. Вот вспомните, когда вы вселялись в гостиницу на короткое время, на день там или на два, как будто все это и вам принадлежит, но на время. Вот так мы живем в теле, как в отеле. Пройдет время расчетное, и мы должны будем покинуть эту телесную хижину. Но апостол говорит, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Вот почему мы воздыхаем, желая облечься в это небесное наше жилище. 26 день первого месяца, мне хочется еще обратить ваше внимание на вторую книгу Паралипоменон или летописи, 26 главу 1 стих. Здесь речь идет об одном иудейском царе. И взял весь народ иудейский Азию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии. 52 года написано, он царствовал в стихе 3, но, к сожалению, умер прокаженным. Почему? Потому что дерзко поступил, потому что вошел в храм, пытаясь выполнить функции первосвященника, которые ему были не даны. Вот сегодня многие люди не осознают своей ответственности перед Богом, но представьте, долго этот царь жил и жил долгое время отлученным от Дома Божьего для того, чтобы ему осознать всю глубину своего падения. Был еще один царь, который еще больше царствовал, Моносея. 55 лет он царствовал. И Бог предоставил ему возможность и падать, и снова вставать, что он и делал в свое время. И мы видим, что этот царь, в конце концов, лишенный зрения, избитый, но раскаявшийся, преклонился перед величием Бога. Иногда говорят, почему безбожники так долго живут? Казалось бы, ну, не должны они, в отличие от праведников, так длительно иностранствовать по этой земле. А вот в этом тоже есть смысл, вы знаете, Бог дает им время покаяться, прийти в себя, осознать свою греховность и подготовиться к вечности. А некоторым гораздо меньше времени дано для того, чтобы стартовать в небесные обители. Вот поэтому, дорогие друзья, мы не должны роптать, когда видим, что кто-то где-то преуспевает, деньги ему валятся, как с неба манна. Успех, казалось бы, у него есть, по карьеристской лестнице он поднимается для того, чтобы с большей высоты потом больно упасть и удариться. Так вот, сегодня Господь зовет нас к тому, чтобы мы посвятили свою жизнь правильной цели, как и апостол Павел сказал, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения, чтобы мы сосредоточились на главном, на Христе Иисусе, который есть мир наш, который есть спасение наше, который есть полнота благодати Божьей для нас. И мы читаем книгу Левит, 26-й день первого месяца, 26-ю главу, первый стих. «Не делайте себе кумиров и извояний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я, Господь, Бог ваш». Кстати, в той же Боливии, где поклоняются параллельно Богу и дьяволу, был когда-то кубинский революционер Че Гевара, он хотел там установить коммунизм, но был пойман и расстрелян по приказу президента этой страны. Сегодня многие носят майки, футболки с его изображением, а в той школе в Боливии, где он был расстрелян, там и памятник ему поставили, и множество портретов, и люди говорят, он был похож на Иисуса Христа. Кстати, я вам должен открыть интересную вещь, он был евреем по национальности, но пытался экскортировать революцию туда, как и у нас в Советском Союзе некоторые люди, казалось бы, из Божьего народа, они занимались насильственным насаждением революции. Конечно, все они плохо закончили, но Бог сегодня говорит нам о том, что есть совсем другой путь, это путь, который проложил Христос. Там нет места ни революции, ни насилию, там нет места всему тому, что в этом мире считается похвальным. Там путь кротости, смирения, любви, а в мире в этом преуспевает наглость, дерзость, настырное продвижение к своей цели, попирая других. Вот это в мире это. Господь зовет нас сегодня к тому, чтобы мы подумали о том, для чего и для кого мы живем, и чтобы мы сделали правильные выводы. Мы читаем книги Иеремии в 17-й главе 13-й стих. Ты, Господи, Надежда Израилева, все оставляющие Тебя посрамятся, отступившие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. Вот так Господь говорил когда-то к Своему ветхозаветному народу. Вот так же Он говорит сегодня и к новозаветному народу. Он говорит о том, что нужно поступать по Евангелию, нужно форматироваться Словом Божьим. Вот этим божественным светом. В году, который имеет числовое назначение 2020, мне хочется напомнить вам еще с первой и второй книги Паралипоменом 20-ю главу 20-й стих. Вот последние строчки. Верьте Господу вашему и будьте тверды. Это перекликается со словами апостола Павла в 1-м послании Коринфянам в 16-й главе в 13-м стихе он говорит «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, верьте Богу и будьте тверды, и тогда избежите беды. Славьте Господа, чтобы вовек Его милость имел человек. Сила в Боге известный нам факт, славил Господа Иосифат. Впереди он поставил певцов и врагов разметал будто ссор. К нам 20-й приблизился год и второй Иисуса приход. У последней черты ждут суды. Верьте Богу и будьте тверды». Слышите? Вот сегодня Господь так нам говорит, чтобы мы поступали по Его Слову. Кстати, в книге Исход 20-й главе в 20-м стихе написано «Сказал Моисей народу не бойтесь». Вот сегодня мы слыхали, что кто боится Бога, тот не боится смерти. Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. Вот тот человек, который боится Бога, он не совершает беззаконий, он почитает закон Божий десятисловный, он повинуется божественным предписаниям, и таким образом он имеет успех. На войне калечат души интенсивнее, чем тела. Поколениям грядущим говорят о нас дела. Разрушать мы все умели, в этом был у нас успех, только то, что не по вере, говорит апостол, грех. И мы читаем в Римлянам 14-й главе стих 23-й «А все, что не по вере, грех». Вот эту веру дает нам Господь, веру в Иисуса Христа, веру, которая должна сопровождаться верностью и твердой, непоколебимой убежденностью в том, что Бог с нами, Он в нас, Он во все дни с нами до скончания века, потому что мы с Ним. Бог с нами, если мы с Ним. Все находится прямо в пропорциональной зависимости, и поэтому мы должны идти путем очищения, освящения, преодолевать грех. Мы читаем во втором послании Коринфянам в 7-й главе 1-й стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Господнем. Не нужно мыслить беззаконно и предаваться сладким снам. От скверной, плотской и духовной освободиться надо нам». Слышите? От всякого рода скверной, плоти и духа. Мы должны освободиться, чтобы быть чистыми сердцем, быть чистыми своими душами. И тогда Господь будет с нами. И тогда Господь благословит нас, потому что Он благоволит к нам. И в Новом году, сегодня китайцы встречают тоже Новый год, и скоро будут по другим календарям встречать Новый год. В Новом году, давайте, братья и сестры, еще больше сосредоточимся на поклонении Богу в духе и истине, чтобы наш Господь, который является Богом-ревнителем, Он был доволен нами, и чтобы мы угодили Ему, как когда-то енох, который ходил пред Богом и не стало Его, потому что Бог взял Его. Не случайно сегодня прозвучало это стихотворение. «Мы дети последнего времени». Так писал когда-то апостол Иоанн. «Дети последнее время». Много антихристов развелось. А я скажу вам, что мы дети самого, что ни называется, последнего времени, потому что мы видим, как много бедствий, много землетрясений, много несчастных случаев, страшный коронавирус идет из Китая. И мы видим, что не только пациенты, даже врачи умирают, и люди в панике находятся, потому что это все предсказано было. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, говорит Господь. Но наша любовь не должна охладеть. Наша любовь должна приумножаться, она должна загораться для славы Иисуса Христа, который умер и воскрес для нашего оправдания. Слава Ему за это! Слава во веки веков! Аминь! Аминь! Продолжение следует...